С начала января стартовала декларационная кампания 2022 года, а это означает, что самарцам необходимо отчитаться о полученных в 2021 году доходах не позднее 30 апреля. Налоговая декларация по форме 3НДФЛ – это письменное заявление от физического лица о своих доходах и расходах за год. Если вы получили доход, то подать декларацию 3НДФЛ в налоговую – ваша обязанность. А если вы имеете право на вычет, то сдавать или не сдавать декларацию – это ваш выбор. В случае непредставления с восстановленным сроком декларации предусмотрены штрафные санкции. Минимальный штраф за нарушение сроков представления – это 1000 рублей. Плюс штраф рассчитывается, исходя из времени просрочки, 5% от суммы по декларации за каждый месяц просрочки, но не более 30% от общей суммы по декларации. Декларацию необходимо подавать после продажи квартир, дач, гаражей, машин, катеров. Важно помнить о сроках владения имуществом. Если, к примеру, квартира в собственности более 5 лет, декларацию предоставлять не нужно. Но есть исключения. Если квартиру получили по наследству или по договору дарения от членов семьи или близкого родственника, то срок владения должен быть не менее 3 лет. Далее нужно рассчитать сумму дохода от продажи своего объекта движимого или недвижимого имущества. Сумма дохода рассчитывается как разница между доходами, полученными от реализации объекта, и, соответственно, расходами на его приобретение. В случае, если у лица нет расходов на приобретение имущества, по объектам недвижимого имущества квартиры представляется стандартный вычет в размере 1 миллиона рублей. По иным объектам, строениям, сооружениям, гаражам и так далее представляется вычет в 250 тысяч рублей. Самый простой, быстрый и, главное, безопасный способ подать налоговую декларацию – через личный кабинет налогоплательщика. На сайте налог.ру размещена специальная программа. С ее помощью можно декларацию заполнить, что и сделала Нина Дружбина. После покупки новой квартиры девушка заполнила декларацию онлайн, чтобы вернуть 13% с покупки недвижимости. Я сама заполняла декларацию. Было несложно. Я в компьютере хорошо разбираюсь. Зашла на налог.ру, скачала программу 3НДФЛ декларации и заполнила ее. Ввела свой ННН, фамилии, имя, отчество и сумму, за сколько я купила. И он автоматически мне выдал расчет. С этого года есть и нововведение. Не нужно предоставлять декларацию, если вы продали квартиру менее чем за 1 миллион рублей. А машину или гараж меньше, чем за 250 тысяч. Но учесть придется следующее. Стоимость сделки должна быть не менее 0,7% от кадастровой стоимости объекта. Если продали квартиру меньше названной стоимости, то придется заплатить налог с доходов ровно на эту сумму. Тоже нововведение с этого года. Это продажа единственного жилья и приобретение нового многодетным семьям. То есть введена дополнительная леготируемая категория. Если многодетная семья продала одну квартиру и улучшила жилищные условия, купила квартиру в большей площади, либо с большей кадастровой стоимостью, соответственно, тоже в таких случаях декларацию в этом году представлять не нужно. Составить и подать декларацию проще всего на сайте налоговой или госуслугах. Сделать это нужно до 30 апреля, заплатить налог до 15 июля. Если не задекларировать доход, а штрафуют как минимум на 1000 рублей. Елена Чернявская, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова